Метадоном пытаются лечить зависимость от героина по принципу клин-клина. На этой программе уже около 300 человек в 10 городах Казахстана. Негативное отношение общества к заместительной терапии связано с неправильным пониманием ее сути, уверяет президент общественного фонда Аман Саулык Бахыт Туменова. Многие считают, что метадон вызывает такое же привыкание, как и любой другой наркотик. То есть, избавившись от одной зависимости, человек приобретает другую. В Казахстане с 2008 года работала вот эта вот программа заместительной терапии, когда героина зависима, вместо героина дают метадон. Но она встретила очень большое сопротивление, как среди общественности, их поддержала часть журналистов. И эта программа при той позиции, которую мы выбрали, что 400 человек мы охватим, мы охватили всего где-то 290 человек. Поэтому наша задача сегодня эту информацию донести до широкой общественности, объяснить правду об этом препарате, заместительной терапии метадонии. Одна доза метадона действует около трех суток. Остальные – даже самые сильные наркотики – от трех до шести часов. При этом метадоном не лечат, подчеркивают наркологи, только снимают ломку. Наркоманы не колются, риск спида и гепатита снижается. Но традиционное лечение метадон не отменяет. В Казахстане на официальном учете состоят около 19 тысяч наркоманов. По неофициальным данным их в десять раз больше. Во-первых, это каждый добровольно будет принимать. Во-вторых, насилие надо понимать, что хроническое заболевание наркомании, оно уже по всем международным стандартам, это не поступление, не что это человек больной. Вот болеешь с сахарными гепатами, я говорю, артериальным давлением. Они же всю жизнь принимают, тут же инсулины, тут же там давление препарат. И метадон только 2% от всех, кто болеет, будут принимать. Заместительная терапия признана Министерством здравоохранения и социального развития республики наиболее перспективным направлением в лечении наркозависимых. Организаторы общественных слушаний хотят развеять сомнения и предрассудки в обществе по отношению к заместительной терапии, чтобы в дальнейшем включить этот метод в программу по развитию здравоохранения и внедрить его во всех регионах страны. В принципе, результаты неплохие. Снижается криминальная преступность, отсутствие заражения ВИЧ с ПИДом. Потом где-то около 60% находят работу, создают семьи. И самое главное, они приносят пользу обществу и остаются жить надолго. К слову, за годы работы плюсы заместительной терапии оценили в 71 стране мира, в том числе в Азербайджане, Молдове, Украине и Кыргызстане.